А сейчас обо всем подробно. В Люберецком дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В торжественном мероприятии приняли участие ансамбль песни и пляски ракетных войск стратегического назначения, члены отряда юн. армии, ученики Люберецкой хореографической школы и многие другие. Поздравить участников войны с праздником приехал и глава округа Владимир Ружицкий. Люберецкий дом культуры украшен лентами и воздушными шарами черного и оранжевого цветов. Это цвета Победы, которую празднуют на постсоветской территории уже 73-й год подряд. В честь праздника в ДК прошел окружной концерт для ветерана Великой Отечественной войны. Участник войны, летчик-истребитель первого класса подполковник Георгий Новиков, почетный гость концерта. В честь Дня Победы и 95-летнего юбилея ветеран получил награду от главы Люберецкого округа. Владимир Ружицкий поздравил и других участников концерта. И сегодня я хотел бы сказать всем огромное спасибо за тот вклад, который вы внесли в победу над фашистской Германией. Мы сегодня, смотрите, наслаждаемся, мы живем, мы учимся, мы работаем. Все это благодаря вам. Символическая часть праздника – уже традиционное посвящение школьников в ряды юнармии. Свой значок получил и Вадим Стаханов. Я очень готовился к этому, очень ждал, волновался, очень хотел попасть. У меня воевал прадедушка. Его зовут Мукминов Каем Мукминович. Он воевал в Украине, трижды форсировал коварность Иваш и потерял ногу. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Продолжение следует...